Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава второй книги «Царей» или «Царств» для библейского портала «Экзегет». И вот эта очень интересная глава. Мы читаем сейчас ту часть книги, которая описывает становление Давидова царства в Иерусалиме. Иерусалим, отбитую Ивусееву, племени, которая там жила раньше. Давид сделал его столицей своего царства. Очень хороший и удачный выбор, потому что Иерусалим — это ничей город. Он не принадлежал израильтянам прежде. И он расположен как бы на нейтральной такой полосе между племенами Иуда и Вениамина. То есть это не столица Иудеи, это не столица какого-то одного из израильских племен или колен. Иерусалим — это столица всего Израиля, такой федеральный округ, как в Америке это называется, или город федерального подчинения, как в России. И как он обустраивает этот свой столичный город? Мы читали в прошлой главе, шестой, как переносится ковчег. В общем-то, одно из самых первых действий, которые совершает Давид в своей новой столице. Ковчег, то есть святыня, которая символизирует пребывание Господа с народом Израиля. Ну и что будет дальше? У Давида есть дворец. Дворец ему построили мастера Тирского, то есть финикийского царя, который его союзник, Хирам его зовут. Специально пришли с его посольством, как знак доброй воли. Прислал специалистов. Иудея вообще довольно отсталая страна. У нее с технологиями все довольно плохо. У нее с верой в Бога хорошо. Ну, а теперь прибывает ковчег, и что же с этим делать? Давид живет во дворце. Давид, который всю свою жизнь до этого скитался там по всяким пещерам, по чужим городам. То есть, в общем, не всегда ему было где на ночь прилечь. А тут у него дворец из кедровых бревен. Может быть, нам сегодня бы этот дворец показался таким очень скромным. Я даже думаю, что это было так по сравнению с кремлевскими или петербургскими дворцами. Но все равно. Итак, царь жил в собственном доме, и Господь дал ему покой от всех окружавших его врагов. Тогда царь сказал Натану пророк. Натан – пророк того времени, который при дворе Давида. Но мы о нем ничего не знаем, кроме этого исторического повествования. Книг он не оставил. Еще нету книг, которые составлены по изречениям одного пророка. «Сказал Натану пророку, видишь, я живу во дворце Кедрова, а ковчег Божий остается среди полотнищ шатра». Ну, то есть, пребывает в Скинии. Скиния, собственно, такой большой шатер, где и стоит этот ковчег, священный шатер. И ответил пророк царю, так сверши же то, что легло тебе на сердце, ибо Господь с тобой. Интересно, что царь советуется с пророком вот в этих священных делах. Не просто говорит, так, строим храм. Как царь он имеет право это сделать, но он понимает, что это же не его дело, это для Бога, а пророк человек, который возвещает волю Божью. Пусть он объяснит. И пророк, ну так, по-человечески думает, ну, отлично, царь благочестив, он хочет воздать Богу славу, пусть это делает. Но той же ночью было Натану слово Господне. «Ступай, и передай слуге моему Давиду, что говорит Господь. Тебе ли строить дом, в котором я стану обитать? Не обитал я в домах с того дня, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сегодня оно странствовало, оставаясь в скине и шатре». То есть, действительно, до сих пор ковчег никогда не находился в каменном или деревянном здании, только в шатре разборном, переносном, начиная с того момента, как он был сделан, собственно говоря, во время перехода через Синайскую пустыню. Что это значит? А вот у Господа нет какого-то определенного места. Он с сынами Израилевыми, где бы они ни оказались. «Сколько бы я ни странствовал вместе со всеми сынами израильскими, говорил ли я одному из тех, кому вручал посох, чтобы пасти народ мой Израиль, ну, то есть, руководителю народа, да? Говорил ли, почему вы не построите мне дворец из кедра? И теперь передай слуге моему Давиду, что говорит Господь воинств. «Я взял тебя с пастбища, где ты ходил за овцами, чтобы ты стал правителем народа моего Израиля. Я был с тобой во всех твоих странствиях. Я прогонял от лица твоего всех твоих врагов. Я сделал имя твое великим, как именно величайших людей, что жили на земле. Я обустрою место для народа моего Израиля. Я насажу его и будет там жить, и никто его не побеспокоит. Не будут больше злодеи причинять ему горе, как бывало прежде. Еще с тех времен, как ставил я вождей над народом моим Израилем, я дам тебе покой от всех врагов твоих. Это Господь возвещает тебе, что создаст для тебя дом». Смысл этого ответа. «Ты молодец, я тебе дам покой, благополучие и все прочее», да? Он глумже. Смотрите, что хочет Давид? Давид говорит, так, у меня все хорошо, все в порядке, это от Бога. «Надо построить Богу дом». Что такое храм? Это у нас есть отдельное слово «храм», а в оригинале, в древнееврейском языке, это те же самые слова, которые означают «дом» – «бейт» или «байет», или «дворец» – «эйхал». Соответственно, я имею свой дворец, я построю дворец для Бога. Но здесь главное «я». «Вот у меня все хорошо, и я построю дворец для Бога». А Бог говорит, слушай, а ты вообще кто? Я тебя взял, ты был пастушком, я тебя сделал царем, я тебе дом построю. Потому что это в моих силах, но не в твоих. И не нужно думать, что если ты построишь дом, то все будет хорошо. Все будет хорошо, даже если ты его не построишь. Потому что не в этих стенах дело. «Когда исполнятся дни твои, почиешь ты с прадцами твоими, я поставлю на место твоего потомка, рожденного от тебя и упрочу царство его. Это он построит мне дом, а я утвержу престол царства его вовеки. Я стану ему отцом, а он будет мне сыном». Ну вот очень важные слова. Конечно, они относятся буквально к Соломону, который еще не родился, кстати. Грубо говоря, Господь обещает, что не будет как с Саулом. «Тебя на престоле сменит твой сын, а не как у Саула было кто-то другой». И в этом смысле я построю тебе дом, ну как мы говорим, там дом Романовых, или там дом Гогенцоллерных, то есть династия, правящая династия. И, соответственно, Господь говорит, я построю тебе дом, даже после твоей смерти твои потомки будут править. И, соответственно, когда это произойдет, то тогда мне построит дом твой потомок. Это, конечно, сбылось буквально, когда Соломон построил храм. И, наверное, именно потому, что у этого Соломона не будет повода сказать, вообще-то это я все сделал, я создал эту страну, я завоевал престол. У Давида была бы такая возможность. А Соломон все получает из рук своего отца, на самом деле, из рук Бога. Он говорит, он будет мне сыном, а я стану ему отцом. То есть Господь усыновляет будущего этого самого потомка, хотя он еще не родился, даже неизвестно, кто это будет. И тем самым он как бы забирает у Давида вот эту возможность утвердить свою власть как свою власть. Не как Божью власть, которая поручена, дана ему на определенное время, на определенных условиях, но как вот что-то такое, чего он сам добился. Нет, это не будет так. И ровно поэтому, мне кажется, ну здесь довольно ясно об этом говорится, Давид не построит ничего сам. Он не закончит вот это строительство великого государства, чтобы потом не сказали, это все Давид. Вот Давид, собственно, нам дал это царство. Так вот, я стану ему отцом, он будет мне сыном. Еще, конечно, эти слова понимаются как пророчество о Христе. Но в буквальном контексте, в историческом контексте, ясно, что это относится к одному из сыновей Давида. Дальше сказано, если он согрешит, то накажу его же злом человеческим, ударами от сыновей Адамовых. Ну то есть, грубо говоря, выпарю, да, вот его побьют за его грехи. Но милости моей не отниму, у него как отнял у Саула, которого я отверг перед тобой. То есть в чем разница? Наказание, побои, это что-то такое, что не рвет отношений. Да, вот, а с Саулом он порвал. От Саула он отступился и сказал, Саул, делай, что хочешь. Я не имею к тебе уже никаких вопросов, ни на какую тему. А если наказываю, значит, имею вопросы и работаю дальше с этим. Вот, конечно, ко Христу нам очень трудно отнести пророчество, если он согрешит, да. Да, но есть ли какое-то сходство между сыновством Христа, как его понимают христиане, и сыновством будущего сына Давида, Соломона, или мог быть кто-то другой при другом раскладе? Есть. Потому что мы говорим о Христе как о мессии, как об идеальном царе Израиля. А вот здесь, в этом отрывке, собственно, нам рассказывает повествователь, в чем состоит идеальное царство израильское, да. Вот Саул был царем, которого народ захотел, чтобы он вел народ на битву. Ну, хорошее, нужное дело, когда враги нападают, кто-то должен воевать с ними. А здесь у нас гораздо более серьезная задача. Здесь царь должен стать сыном Бога. Не в мистическом каком-то смысле, но усыновленным, да, тем, кого Бог воспитывает, кого Бог отправляет наместником в свое собственное царство и наказывает его как отец сына, если тот грешит, да. То есть настоящий царь – это тот, кто поставлен Богом вот в это положение, кто от имени Отца, от имени Бога осуществляет власть здесь, на земле, ну, и являет, соответственно, его качество. Может быть, потому Давид и стал основателем династии, что он многие божественные качества являл в своей собственной жизни и умел быть грозным, умел быть милостивым. Мы не раз сталкивались с этими примерами. Саул умел хорошо воевать, но, в общем-то, это и все. Вот, и, соответственно, здесь это будет передаваться по наследству, да, это уже царская династия, которая устанавливается. «Непоколебимый дом твой и царство твое вовеки предо мной, прочен престол твой вовеки». Все слова эти и видения пересказал Натан Давиду. Ну, и Давид должен был быть огорченным, разве нет? Ему не дали сделать хорошее дело, которое он собирался. Нет. Тогда царь Давид вышел из дома и престол пред Господом с такими словами. «Кто есть я, владыка Господь? И что есть рот мой, что ты даровал мне все это? И словно бы это показалось тебе недостаточным, владыка Господи, ты дал роду своего слуги обещание на будущее. Да будет это наставлением для людей». Другой вариант перевода. «Неужели ты так обращаешься с тем, кто всего лишь человек?» Но мне кажется, «да будет это наставлением для людей» лучше подходит по контексту. То есть все то, что происходит с Давидом, это некий урок людям. Это не просто его триумф, не просто его биография, не просто его какое-то житие, если хотите. Это что-то такое, что показывает людям, как можно жить пред Богом и быть Ему угодным. Не значит быть безгрешным. Это не получается. Не значит быть во всем абсолютно правым, компетентным, успешным. Так тоже не бывает. Но что-то другое. Вот доверие, честность и постоянная память о том, что что бы ни происходило, есть Божья воля, она выше. И вот есть границы, которые переступать нельзя. А переступив, ты должен принести покаяние. Что же еще может сказать тебе Давид? «Ты знаешь, слугу своего, владыка Господь, как изрек ты, так на сердце тебе легло, так и поступил ты, возвеличивая слугу своего, объявляя о том ему. Да, велик ты, владыка Господь, и нет равного тебе, и нет Бога, кроме тебя. Вот что слышали мы своими ушами. И кто равен народу твоему Израилю, единственному племени на земле, которую Бог явился приобрести себе как народ, чтобы прославить всем свое имя? Ну вот, собственно, создать этот народ происходит из Египта. Ты совершил великие и страшные чудеса, изгоняя народы и их богов пред твоим народом, который ты стяжал себе из Египта. Ты твердо избрал свой народ Израиля навеки, а сам ты, Господи, стал для него Богом. А теперь, Господи Боже, слово, которое изрек ты о слуге своем о его роде, утверди его навеки, поступи, как ты сказал, и возвеличится имя твое вовеки. Будут говорить, Господь воинств, Бог над Израилем, и род слуги твоего Давида достоит пред тобой твердо. Ведь ты, Господи, воинств Божий Израиля, обещал слуге своему создать ему дом, и расположил слуга твое сердце свое, чтобы обратиться к тебе с такой мольбой. Да, Владыка Господи, ты Бог, истинное речение Твое, обещание Твое во благо слуге Твоему. Соизволь теперь благословить дом слуги Твоего, да будет он вовеки пред тобою. Ты повелишь, и будет благословен дом слуги Твоего вовеки. Ну, собственно, это благодарственная молитва, это принятие тех обетований, которые дает Господь, и диалог, который, может быть, показывает высшую точку вот этого общения между Богом и Давидом. Собственно, того общения, ради которого мы, наверное, читаем эту историю древнего царя, какого-то одного очень маленького народа, который давно умер, и который, казалось бы, не имеет к нам никакого отношения. А вот эта история его отношения с Богом точно имеет. Субтитры создавал DimaTorzok